Дорогие друзья в Дхарме Мы в карантине не можем выходить из монастыря. Мы счастливы. Счастье внутри, а не снаружи. А теперь Импоче даст вам более подробные объяснения. Здравствуйте, мои самые дорогие, самые добрые, самые драгоценные, исполняющие желания. Все студенты, друзья и наидобрейшие живые существа нашей матери. Как вы поживаете? Надеюсь, вы здоровы. Я здоров, пока еще не умер. Накажусь в Непале, в монастыре Капан, откуда стартовали 166 центров ФПМТ. Так что я здесь. В Капане. Ну, конечно, до Капана было еще Лавуда. Рафа из Испании попросил меня даровать лунг настрофы обращения к восьми приносящим удачу благородным сугатам. И это первое, что я сделаю. Пятый Далалама писал, Отказавшись от себелюбивых помыслов, ключом принесения блага в ответ на причиненное зло, открываешь двери, ведущие к счастью и панацеи от всех болезней, одновременно достигая двух целей – удивительная удача. Что здесь сказано? Отказавшись от себелюбивых помыслов, ключом принесения блага в ответ на причиненное зло, Открываешь все двери, ведущие к счастью, пользе, панацеи от всех болезней, одновременно достигая двух целей, то есть выполняя труды на благо себя и на благо других. Удивительно такая удача. Эта мысль невероятна, поистине немыслима. Когда мы не просто думаем о том, как принести пользу другим, не только о том, как им помочь, но даже в том случае, если кто-то нам вредит, мы в ответ приносим им пользу. Здесь речь идет о пользе такого помысла. Открывая двери, открывая все двери, открывая все двери, ведущие к счастью и панацеи от всех болезней, одновременно достигая двух целей, своих собственных и целей других существ. Поразительно. Это настоящая практика Дхармы. Поскольку мы буддисты, у нас есть четыре практики Дхармы, относящиеся к тренировке в добродетели. И если кто-то проявляет к тебе гнев, не гневайся в ответ. И если кто-то тебя провоцирует, не провоцируй в ответ. Если тебя бьют, не бей в ответ. Всего четыре таких практики. Но я одну позабыл. Ах да, оскорбление. Если кто-то тебя оскорбляет, не оскорбляй в ответ. Эти четыре практики очень широко распространены в буддизме, особенно практикуются в Махаяне, в буддизме Махаяны. Это основная практика. Основная практика. Мы очень обширно изучаем философию. то и это про Манавартику, Матьямаку, пражня Парамиту, Винаю, Абхидхарма Кошу, Сутру, Тантру. Но потом что-нибудь происходит. С такими людьми, как я, например. Я ведь особо не изучал дхарму. Во-первых, я особо не изучал дхарму. И когда такие вещи происходят, то такие люди, как я, не могут практиковать. Если что-то такое происходит, то мы в ответ вредим людям еще больше. А это базовая практика буддизма. Она показывает в повседневной жизни, в ежедневной жизни, где бы мы ни находились, дома, на улице, в путешествии, где бы мы ни были. Такие вещи легко могут случиться с нами. И тогда мы увидим. Когда это произойдет, мы увидим. Практикуете вы дхарму или нет, вот тогда все становится ясно. Когда кто-то вас оскорбляет, проявляет к вам гнев, тогда все выводится на чистую воду. Наступает время настоящего экзамена. Эти люди вас экзаменуют. Это время настоящего экзамена на степень геше. Тогда и можно посмотреть, практикуете вы дхарму или нет, буддисты вы или нет, практикуете вы учение Махаяна или нет. Это действительно так. А вот тот, кто способен в этот момент практиковать, он очень и очень полезен для обидчика. Он для него как лекарство, как нектар. Он для него настолько полезен, потому что впоследствии такой человек тоже будет это практиковать. Ваше поведение так взволнует его ум, заставит его задуматься, что впоследствии этот человек извлечет урок. Он научится у вас. Здесь вы учите человека не словами, но можете преподать куда более ценный урок. Вот если взять меня, я только слова произношу, но люди не видят моих действий. А потому и уважения нет, одни только слова. Пустой звук. Вот сейчас разразилась эпидемия. Поэтому происходящее с вами сейчас – это для вас экзамен. Нужно проверять свой ум, потому что сейчас идет экзамен, чтобы посмотреть, боитесь ли вы смерти, или нет, или вам все равно. Может быть, для вас это не важно. Может быть, вас это не пугает. Или же для вас это как огромная гора, как огромное препятствие. Очень интересно исследовать свой ум. Очень и очень интересно. Это показывает нам, насколько усердны мы в каждодневной практике, как денно и ночно мы практикуем. это показывает, стал ли наш ум дхармой. Насколько он пропитался дхармой, это очень интересно. Я уверен, что есть люди, которые не боятся вируса. За себя они не боятся, пусть даже и наступает эта болезнь. Они не боятся, не боятся смерти. Есть люди, даже на Западе, люди, которые живут с добрым сердцем. Без сомнений они живут с искренним умом, ведут искренний образ жизни. И такие люди не боятся смерти. Пусть даже они не буддисты. Пусть даже они не верят в карму и тому подобные вещи. Пусть даже не практикуют. Я думаю, что те, кто ведет такой добрый образ жизни, кто живет с добрым сердцем, кто живет искренне, такие люди есть на Западе. Как-то раз я был в ретрите. Я проводил ретрит в Аделаиде. А одна студентка выступала по радио. Шесть тысяч человек слушали ее передачи. Я был в ретрите, но отчасти также слушал ее выступления, как она говорит с людьми. Это было когда я пребывал в Аделаиде. У нее был друг. Имя его не припомню, поэтому не стану его упоминать. Так вот, этот мужчина брал интервью у одной женщины. И женщина сказала, что она не боится смерти. Она знает, куда она отправится. Мне это показалось очень интересным. И я надеялся, что мужчина станет задавать дополнительные вопросы. Но для него эта тема была темной, совершенно неизвестной. Поэтому он не стал расспрашивать ее дальше. Обычно на Западе люди задают серьезные вопросы. Но он решил ни о чем не спрашивать. Не спросил бы вообще ничего. Они говорили о том, что на кладбищах недостаточно места. Негде похоронить людей. Нужно сначала купить участок земли, чтобы затем поместить туда гроб. Так вот, такой земли недостаточно. Именно в этом русле пошла беседа. Не думаю, что эта женщина была буддисткой, практиковала. Едва ли. Мне так не показалось. Но, как бы то ни было, есть много людей, которые живут хорошо, у которых доброе сердце. Разумеется, таких много. Так что, если мы способны воздать добром за причиненное зло, это невероятно. Я забыл, что именно я хотел сказать. Ах да, сейчас эпидемия вируса, и это прекрасный экзамен для нашего ума, для нашей жизни. Он покажет, можем ли мы практиковать дхарму в такой ситуации. Насколько наш ум пропитался дхармой. Теперь вы это можете увидеть очень ясно. Вот так. Это очень интересно. Так вот, я хочу рассказать вам о практике ло джонг. Не то, чтобы я выполнял эту практику. Я лишь хочу просто сказать несколько слов на эту тему. Конечно, если перед нами человек, чьи познания в дхарме подобны небесам, кто знает сутру, тантру, то, конечно, такому человеку нет пользы от моих бесед. Можно этим пренебречь, можно выбросить словно мусор на улицу. Эта беседа полезна только для тех, кто новичок в дхарме, для таких людей, как я, для людей с запутанным умом, для начинающих, практикующих. Но прежде чем я начну давать объяснение, Рафаэль попросил меня одаровать лунг настрофы обращения к восьми приносящим удачу благородным сугатам. Этот текст написан великим, величайшим святым существом, джамепампой, великим, величайшим святым существом. Так что перед началом какого бы то ни было проекта, вы можете прочитать эту молитву, чтобы добиться успеха. Ну, можно читать и без какого бы то ни было проекта, можно просто читать каждый день, потому что у нас-то с вами есть один огромный проект, проект достижения пробуждения как можно быстрее, потому что бесчетное множество живых существ страдают, испытывают невероятные страдания в сансаре. Они испытывают эти страдания с безначальных времен. Их даже представить себе трудно, в шести мирах, снова и снова, с безначальных времен. Так все устроено. Они испытывают не одни только мучения. Поэтому мы хотим освободить их из океанов сансарических мучений, и привести их к пробуждению, способствовать их успеху. Разве есть проект серьезнее этого? Так что мы должны читать эту молитву ради успеха этого предприятия. не просто для того, чтобы остановить этот вирус, чтобы он не влек за собой болезнь, чтобы остановить этот коронавирус. Не только для этого. Я хочу кое-что сказать вам перед тем, как даровать лунг. Хорошо? Думайте так. Я получаю этот лунг не только для того, чтобы мне самому достичь, пусть даже освобождения из сансары на веки вечные. Не только для этого. Есть бесчетное множество живых существ. Каждое живое существо, которое было мне матерью, которое проявляло ко мне доброту с безначальных перерождений, было источником моего счастья с безначальных перерождений и по сей день. Так было в прошлом, так обстоит дело в настоящем, и так будет в будущем. Каждое живое существо – источник моего пробуждения, полного прекращения изъянов ума и завершения всех духовных свершений. Источник моего счастья трех миров, трех времен. И если мы хотим, чтобы эти живые существа достигли освобождения от центрических страданий, и чтобы они пришли к пробуждению, я сам должен достигнуть пробуждения. Потому что без этого я не смогу совершенным образом трудиться на благо всех живых существ. Вот для этого я и хочу получить лунг, устную передачу настрофы «Обращение к восьми приносящим удачу благородным сугатам». И прежде чем вы будете читать эту молитву, можно подумать следующим образом. «Это будет намного лучше». «Покуда я не приду к освобождению сансары». «Обращение к восьми приносящим удачу благородным сугатам». «Обращение к восьми приносящим удачу благородным сугатам». «Молюсь о том, чтобы его святейство Далалама – единственный спаситель всех живых существ шести миров». «Жил, и жизнь его была бы нерушимой». «Пока не иссякнет сансара». «А также помолиться о том, чтобы все его пожелания исполнялись одновременно, увенчивались успехом. Это важнее чего бы то ни было». «Если говорить о молитвах, об успехе, то это самая важная молитва». «И второе, если вы ученик, то можете молиться о том, чтобы оказать кому-то помощь. Если вы такой человек, который хочет помогать, молитесь так. Пусть ФПМТ сможет повести всех живых существ к состоянию Будды. Пусть они достигнут его как можно скорее. Какие бы деяния не выполнялись, пусть они принесут пользу всем живым существам». «И третье, да сумею я привести живых существ наших матерей, бедных живых существ наших матерей, живых существ моих матерей, как можно скорее к несравненному состоянию пробуждения». «И еще, пусть так будет из жизни в жизнь». «Подобно бодхисаттвы, вечно плачущему, следующему за своим гуру Чобхагом, и пусть даже этот бодхисаттва видел бесчетное множество бодх. Он вступил на путь Махаяны, путь заслуг Цоглам. Есть три категории здесь. Малое, среднее и великое. Он достиг пути заслуг зеленоточения, которое называется «водный поток». «Коннезий в рабочий». «Коннезий в рабочих». «Коннезий в рабочих». «Адмей». Когда достигаешь этого уровня, можешь видеть тысячи, простите, бесчетное множество Будд в аспекте Нирманакая, когда ты восходишь на этот уровень. Но он хотел увидеться со своим гуру, с которым у него была кармическая связь в прошлом, по имени Батхисатва Чопхак. Ему было недостаточно увидеться с другими Буддами. Поэтому говорится, подобно Батхисатве, вечно плачущему, следующему за своим гуру Чопхагом, не отвлекаясь на свое тело, жизнь и имущество. Да сумею я принести радость. Своему удовлетворительному другу, и никогда даже на мгновение не опечалю его. Это последние слова этой цитаты. Вот так нужно молиться, чтобы с вами все происходило именно так, на протяжении всех жизней. Я добавил здесь молитву. Вы, конечно, можете сказать, что любое живое существо, которое увидит меня, которое услышит меня, которое вспомнит обо мне, которое прикоснется ко мне, у которого есть какая бы то ни была связь со мной. Вы можете произносить такие слова, но я здесь молюсь так. Любое живое существо, которое меня видит, которое меня слышит, которое обо мне вспоминает, которое ко мне прикасается, а также все ученики, пусть они никогда не переродятся в низших мирах. Пусть умиротворятся все их страдания тела и ума, пусть они обретут совершенные мир и счастье, и пусть все их деяния, совершенные телом, речью и умом, в соответствии со Святой Дхармой, увенчаются успехом, что бы они ни делали. И пусть эти деяния станут причиной для быстрейшего достижения пробуждения. Ну, конечно, вы можете говорить так, как я поминул выше. Любое живое существо, которое увидит меня, услышит меня, вспомнит обо мне, прикоснется ко мне. Можете говорить так. Но если вы сами изучаете Дхарму, то вы можете молиться вот так. Далее еще одна цитата. Гьялва Инсапа, ученик ученика Ламы Цзанкапы. Я забыла название этого цитата. Гандэн Нингью. Манджуши даровал особенные учения Ламы Цзанкапы. Гандэн Нингью. Это линия преемственности, предающаяся нашептываниям. Линия Гандэна. Гандэн Нингью. Манджуши передал эту линию преемственности Ламы Цзанкапе, а Лама Цзанкапа передал ее своим ученикам, Басочу к Гьял Цену. И Гьялва Инсапе. Гьялва Инсапа. Гьялва Инсапа. Как рассказывал мне Кьябджи Зонг Римпаче, в своей прошлой жизни достиг полного пробуждения. Состояние Ваджадхары. За короткую жизнь в эпоху упадка. Ровно как Миларепа. Однако Кьябджи Зонг Римпаче говорил, что он достиг полного пробуждения, комфортно, в удобном месте, с хорошей едой. Римпаче это повторял много раз. Почему он так говорил? Он хотел подчеркнуть, что он достиг пробуждения за короткую жизнь в эпоху упадка. У меня вот тоже какой-то вирус. Течет из носа. Если хотите заболеть, то можете подойти, у меня вирус. Итак, он достиг полного пробуждения за одну жизнь благодаря этому учению, которое Манджуши даровал Зонг Капи. Он хотел подчеркнуть пользу этого учения, что это быстрый путь для достижения пробуждения. Итак, Ял Вайн Сапа говорит, опираясь на свой собственный опыт. Коротко говоря, любые духовные свершения, великие и малые, зависят от того, велика или мала ваша преданность, а потому в надежном наставнике источники всех духовных свершений, стараясь увидеть достоинства и нищие недостатков, храни это учение как сердечную практику и беспрепятственно выполни это обещание. Дона – это коротко. Речь идет о свершениях, больших и малых. Какие бы то ни было, свершения, великие или малые, зависят от того, велика или мала ваша преданность. А потому... В тексте нет этого слова «а потому». «А потому в надежном наставнике», то есть наставнике, у которого есть все необходимые достоинства, в надежном наставнике, источники всех духовных свершений, всех свершений, которых достигает ученик. Старайся увидеть в этом гуру достоинства и нищие недостатков. «Храни это наставление как сердечную практику. Храни изо всех сил как основную практику». Гялва Инсапа, который достиг пробуждения за одну короткую жизнь в эпоху упадка, сказал так, опираясь на свой опыт. А на Западе у нас гуру сажают в тюрьму. Если он вас отругал, если он вас шлепнул, сразу же его сажают в тюрьму. Вы сами сажаете гуру в тюрьму. Уже на другой час вы его вот так наказываете. Я не говорю о небуддистах. Я обращаюсь к буддистам здесь. людям, которые веруют в Будду, тхарму и сангху. Ну, конечно, все подробности этой темы вы сможете узнать, если захотите. Храни это учение как сердечную практику и беспрепятственно выполни это обещание. Беспрепятственно. Это очень хорошо. Отличная молитва, чтобы обрести успех. И, конечно, если у вас есть какие-то проекты, то здесь можно подумать и о них. Если вы хотите обрести успех в реализации какого-то определенного проекта. Ну, как я уже сказал выше, у нас есть самый важный проект. Что еще остается, кроме этого большого проекта? Ну что ж, теперь я вам прочитаю. Я прочитаю по-английски. Чем бы ни занимался, если в начале единожды прочтешь эту молитву, достигнешь результата и обретешь счастье, как того желаешь. И поскольку это так, важно выучить ее наизусть. Ом. 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 Я получил лунг на эти строфы обращения к восьми приносящим удачу благородным суккатам недавно от Хенчена Пемеша Раба. Он живет в Намдролинге на юге Индии. Он настоятель этого монастыря. Там четыре настоятеля, и он один из них. Великий настоятель Кенчен Пемеша Раб. Кажется, в Баксе во время учений по Промановартике во время учений Цеман Амдрелл он сказал, что как-то приходил на учения Ламы Еше. Он это помнил. А вот теперь он стал великим Ламой, настоятелем. Ом. К вам, приносящие удачу, пребывающие в мирах в десяти сторонах света, где все проявляющееся и существующие совершенно в своей чистоте и спонтанно по природе. Пред всем благородным собранием Будды, Дхармы и Санхи я простираюсь. Да пребудет с нами все благоприятное. О, Царь Сияния! Намерение достигнуть цели с неуклонной силой. Достославное украшение из любви и доброты, наивысший достославный и известный своей добродетелью, прославленный вниманием ко всем, славящийся доблестью, благородный, как гора Меру, славящийся вниманием ко всем существам и славящийся доблестью, приносящей удовлетворение. Достаточно услышать одни только ваши имена, как приумножится удача и слава. Я простираюсь перед восьмью сугатами. О, юные манджуши, славные в Аджапане, могущественная Валакита, заступник Майтрея, Кшити Гарбха, Ниварана Вишкамбин, Акаша Гарбха, наивысший арья Саманта Пхадра. Изящно вы держите в своих руках символы утпалу, баджу, белый лотос, дерево нагов, драгоценность луну, меч и солнце, высшие знаки удачи и славы. Пред восьмью бодхисаттвами я простираюсь. Украшенные драгоценными камнями зонт, благоприятные золотые рыбы, превосходный сосуд, из которого рекой льются объекты желаний. Красивый лотос Камала, морская раковина великой славы, достославный, бесконечный узел, вечно реющее знамя победы и могущественное колесо преображения. О, вы, чьи руки украшают эти восемь благоприятных знаков, богини, совершающие подношения победителям всех времен и направлений и приносящие ему сладу. Лаасия и остальные воспоминания о вас умножают нашу славу. Пред восьмью благоприятными богинями я простираюсь. Махабрахма, источник блаженства, сын отсутствия алчности, тысячеглазый, цари, Тхритараштра, Верудхака, Верупакшам, Владыга Нагав, Пайшавана. Каждый из них держит божественный символ колесо, трезубец, пику, ваджу, вину, меч, ступу, и знамя победы. Вы умножаете добродетель, благо и удачу, пребывающих в трех мирах. Пред восьмью защитниками мира я простираюсь. Какие бы дела мы ни совершали сегодня, пусть умиротворятся препятствия и неудачи. Пусть будут достигнуты желаемые цели и приумножится слава сообразно нашим желаниям. Пусть в изобилии прибудут удача, слава и процветание. Теперь мелкими буквами. О пользе. Если вы прочтете эту молитву при пробуждении, все цели этого дня будут достигнуты. И если прочтете ее, отходя ко сну, увидите чудесные сны. И если прочтете, вступая в ссору, выйдите из нее бесспорным победителем. И если прочтете, предпринимая любые дела, желанные цели будут достигнуты. И если станете читать постоянно, обретете долголетие, славу и известность, а также блаженство, благость и процветание будут достигнуты, как вы того желаете. Этот метод очищения неблагих деяний и омрачений, обретения благоприятных перерождений и безусловного блага был изложен наивысшим победителем, достигающим всех целей. Большое спасибо. Увидимся завтра. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»